Год экологии подходит к завершению, но это не значит, что тема станет менее актуальной. Наоборот, 2017 год, который к тому же объявлен и годом особо охраняемых природных территорий, даст толчок к развитию больших экологических программ. Такая готовится и в нашем городе. 2018-й станет для нее финальным. В планах и проведении инвентаризации всех зеленых насаждений курорта отмечено, что в системе экологии Сочи будут существенные изменения, поскольку создан департамент по охране окружающей среды. Задача комитета, мы берем на себя анализ для обсуждения на уровне городского собрания главы города результатов этой работы. Очень важно определить роль нового департамента, очень важно определить, что сделано нашими базовыми подразделениями и наметить план работы на следующий период. Всю экологическую тему курирует первый заместитель главы города Анатолий Рыков. Он отметил, нужно системно подходить к решению экологических проблем. У нас огромные проблемы с расчисткой русел, рек, которая по большому счету федеральная полномочия передана в регион. И, к сожалению, мы только в рамках ЧАЭС туда приходим. Что, наверное, тоже не совсем правильно, корректно и не является системной работой. Начиная с 2013 года в Сочи поставлено на кадастровый учет 274 земельных участка. Это зоны зеленых насаждений. В этом году только 9, но, по мнению депутатов, это незначительная цифра. Тем более, что уже намечено на кадастр 89 сочинских участков администрации города. В новом году депутаты рекомендовали усилить эту работу.